Добрый день! 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 сказать, примут. И меня готовили на Кубу, но вышел приказ в Афганистан. И мы сначала самолетом, группа, долетели до Ташкента. В Ташкент мы на поезде и уже ждали вертолетов, чтобы пересечь Афганистан. И попал я в 340-й отдельный батальон, где и проходил все остальные полтора, даже больше года. Это потому, что в 80-м был, у меня задержан был, умер же у нас в 80-м году, 10-го числа умер. Брежнев? В 82-м. В 82-м, да, в 82-м. И мой дебель как бы задержался надолго еще. То есть вы срочную службу служили? Да, я срочную службу служил. Скажите, ну вот, на ваш взгляд, стоило вводить войска в Афганистан? Ну, вы знаете, это, конечно, историки должны определять, нужно или не нужно. Но я знаю одно, то, что мы перекрыли южную границу территории Афганистана с СССР. Перекрыли. Это значит, что мы перекрыли вход трафика, наркотики, оружие, поставку на 10 лет. Но у нас же и так, как прежде считать, советская граница на замке и без того была. Ну, понимаете, эта граница была... Это пограничники стояли, а мы были внутри, мы там наводили порядок. Мы там наводили порядок, чтобы этот, может, Руслан сказать, как трафики у этой села или как караваны обезвреживали все вот это. Руслан Велялович, тоже расскажите, Руслан, телезрителям, когда и кем вы служили в Афганистане? Я служил с 86-го по 88-й год в 22-й отдельной бригаде специального назначения. Ну, призвался я с Москвы в 86-м году. Полгода учебка в Черчике под Ташкентом. А потом уже в 411 отдельный отряд, отдельный батальон специального назначения. Это на иранской границе. И год 7 месяцев прослужил именно там. Вот ваше личное мнение, стоило вводить войска? С точки зрения солдата, который там служил, стоило вводить войска. Другой вопрос, как надо было воевать, но это уже совсем как бы дело специалистов. Правильно или неправильно шла война. Им судить это, да? Да. Ну, как... Когда вводили войска, наверное, были одни планы у нашего командования, у нашего руководства. Но там развернулось-то, наверное, наши не ожидали, что Запад во главе с Америкой пойдут на такие меры. Потому что если бы они не стали бы поддерживать вот так мальчахедов, как они начали делать, то наши войска, скорее всего, даже не принимали бы участия в боевых действиях. Стали бы гарнизонами. Я вас прерву. Извините, у нас сейчас реклама. Буквально три минуты. Не переключайтесь. Мы сегодня говорим про афганскую войну. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Сегодня говорим про афганскую войну. А вот, Руслан Белялович, я вас прервал. Вы как раз начали говорить о том, что как бы изначально не предполагалось, то есть, получается, что мы будем вести такие боевые действия, как вот получилось. Да. Я так думаю, что пошла прямая поддержка и очень такая массированная, да, со стороны Пакистана и Ирана подготовка боевиков, организация лагерей. И оттуда пошли караваны с оружием. Естественно, за это оружие местным мочахедам надо было отчитываться. А отчитываться как? Это нападение на наши колонны, на наши гарнизоны, на активистов местных, на милицию, на армию афганскую. И, естественно, тогда же пошел и наркотрафик. Потому что надо было восполнять, естественно, какие-то вот эти финансовые потери. Запад начал получать вот эти наркотики. И то, что нас туда ввели, мы лет на десять действительно перекрыли вот эту границу нашу, чтобы эти наркотики не пошли к нам. И, естественно, очень большие силы готовились и в Пакистане, и в Иране. Это были уже не просто банды, которые здесь кишлачные. Это были уже организованы, подготовлены, обученные солдаты, с которыми уже пришлось воевать нашим войскам. Потому что, ну, больше там воевать было некому. — Владимир Павлович, а вот вы согласны тоже, что изначально... Я просто тоже читал, как про это не предусматривал, что мы будем прям вот воевать. Ну, дескать, предусматривал, что, да, будут наши войска стоять гарнизонами, и все. А если кто и воевает, то афганская армия. — Ну, действительно. Генштаб, вот как раз и Агарков, и Ахрамеев, они с самого начала настаивали, если уж вводим, если бы они прислали противники. Это как Косыгин уже не подписал решение политбюро. Он говорит, ограничивается военной экономической помощи советниками. Но когда разработали план, считаю, станем на опорных пунктах, на границе, в административных центрах, и пусть афганская армия воюет. И на первом этапе пытались сделать ставку на афганской армии силы безопасности. Но они, казалось, не готовы. Поэтому уже на втором этапе пришлось нам с 82-го года непосредственно военных действий участвовать. А уже с 86-го года, когда были подготовлены какие-то структуры более-менее, шла уже вперед афганская армия. Мы оказывали... На втором мы шли поддержку им. И морально-психологическую, и военную. Но вообще имейте специфику партизанской войны. К концу войны, где-то к 89-му году, было примерно 180 тысяч. Как раз в оппозиции где-то 3000 банд. И если бы победить войну, нужно было сношение на 10-ти. А у нас там где-то было, на следующем этапе, 110-120 тысяч войск. В этом смысле уже нужно было изучать, конечно, опыт партизанской войны в год Второй мировой войны, войны с мальчами, действиями другими методами. А армия пришла, как готова воевать с регулярным противником. И понадобилось время. А потом армия была непрофессиональной, а отслужив солдат, скажем, год в Афганистане. Пришло молодое поколение, которое полгода надо учить, и ещё полгода что-то, чтобы стреляли. Поэтому, когда начинается массовая партизанская борьба, регулярной армии в этой войне победить трудно. Нас отношение до 10. Но такого отношения не было. Поэтому совершенно правильно наши военные говорили. И Вареник говорил, что мы выполнили военные задачи в том плане, как они были поставлены. А других возможностей мы не имели. Иначе приходилось бы существенно увеличить военный контингент и материальное обеспечение давать и всё остальное. Я хочу добавить, что, конечно же, нас специально втягивали. Об этом потом уже помощник Картера по безопасности. Мы специально ждали, втягивали, чтобы Советский Союз вошёл. Для нас был праздник, что он вошёл и возьмём реванш за Вьетнам, как они говорили. Алексей Викторович, ну вот тоже, вот, вы, получается, как раз, можно сказать, в числе первых были, ну, начало 80-х. Скажите, вот, армия наша действительно не предполагала вот так воевать, как получилось? То есть, действительно, мы должны были просто стоять гарнизонами, ну, и помогать, там, советниками сугубо вооружениям. Ну, в атаку, что называется, не идти наши салы изначально должны были. Так? Я даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Ну, вам что говорили, вот? Чем вы там будете заниматься? Ну, вы-то в 86-го года были, когда... Нет, нет. Нет, нет. В начале, в начале. Что вам говорили, командиры? Чем будете заниматься? Ну, мы, в принципе, большинство сначала занимались строительством. Вот. Об устройстве? Об устройстве, да. Об устройстве, свои помещения, палатки устанавливали. Ну, они были уже маленько установлены, но мы доводили все в порядок. Как бы обустроили свое, потому что жара, воды питьевой нет, устроили водонапорную башню, скважину бурили, чтобы воду доставлять. Воды же не было в Афганистане. Вот. Чтобы эту воду пить, приходилось хлорку ее убивать. Ну, микробы все. Потому что очень много было всяких болезней. Вот это. Желтуха, диетерей. Да. Не, ну, потом, если начинаются нападения на наш контингент, нужно обороняться. А, оборонители укреплены строили на сопках специально у нас на боевое хранение вокруг. Минные поля. Минные поля, пушки стояли, все. Ну, вот это все мы делали. Ну, я могу немножко добавить. Нужно и немножко. По поводу того, что, по поводу того, подготовлена ли была наша армия. Именно к той войне, которая там была, наша армия не была готова. Вот именно к этой партизанской войне. Против партизанской. Против. И начиная с 85-го года, туда вели именно часть подразделения спецназначения, главного разведывания управления, которые вели именно антипартизанскую войну. Тем же занимались и разведывательные подразделения мотострелковых дивизий, воздушно-десантных войск. Не боевые действия с регулярными войсками, а именно ихним же оружием. Те же засады, те же перекрытия караванных путей, те же налеты небольшими группами, чтобы провели операцию, ушли на базу. На авиации, на броне. И именно вот эта война начала приносить результаты. Именно вот ихними методами. Скажите, а вот с точки зрения экипировки вообще были готовы наши войска? Потому что я сколько смотрю фотографии, вот смотришь там, ну как. Сейчас особенно фильмы показывают, там современно снимают про Афганистан, когда бывают сериалы. Все там сразу в афганке так называемой форму, знаете. А я смотрю фотографии, да нет, зачастую в шинели в обычной, в ХБ, вот этому нашему, которого здесь служили внутри страны, пилотки и так далее. То есть далеко не на всех берцы были, как в фильмах сейчас все с берцами обязательно. То есть по факту такое впечатление, что далеко не сразу это пришло, обмундирование-то? Конечно нет. Потому что, как мы в 30-м году, в 81-м приехали туда, у нас было простой ХБ. Простой ХБ, сапоги, как вот и в Советском Союзе. Ну да. Человек ходил, солдат, так же приехали и мы туда, так же точь-в-точь ходили. Это потом для облегчения стали выдаваться кроссовки, берцы. Прям выдавали кроссовки? Ну не кроссовки, редко. Я читал, сами купали. Или покупали там, или в караванах что-то попадалось. Так, к 86-му году, когда я попал, естественно, чуть получше стало, чем в начале. Вас во что экипировали? Ну мы приехали, нам дали уже вот как вы назваете, афганку дали, да. Были и для гор, там, ну форма была. Нас обеспечивали, как бы, этим делом. Но многие вещи приходилось шить самим. Например, что? Ну те же вот эти, у нас лифчики назывались. Да, я слышал, разгрузка. Ну сейчас разгрузка. Не, не, сейчас тоже у меня вот друг служил, 90-е были на Кавказе, он тоже говорит, вот лифчики. Мне там шили или трофейные китайские, или шили из брезента сами. А как так вот, что наши, кто разработчики экипировки, вы не предполагали, что бойцу такая вещь нужна? Ну никто же не знал, что так все получится. Да, пришли с одним, да. Ну сейчас в Сирии приобрели опыт, как раз в эти климатические условия, совсем другая форма пошла и тогда. А тогда такого опыта не было. За посмочением 20-е годы было практически покончено, начало 30-х годов. Ну а дальше всего это совсем и какие-то дальние экспедиции в Анголию, в Мозамбике, так они совсем другие климатические условия происходили, в граничном количестве. Ну те же, что Панамы-то были все-таки? Панамы были. По-моему, Панамы были. Да, к примеру. Вот, но в конце концов войска по другую сторону границы, ну в принципе такой же климат в Таджикистане стояли, как-то можно было этот опыт-то учесть? Таджикистан, Туркмения и так далее. Вот такая же жара, такая же Азия. Даже побольше чуть-чуть там жара была. Ну видимо, расчеты были на кратковременное пребывание, на эффект, что оппозиция увидит, что шутить не надо, успокоится, пойдет на соглашение с властью МДП, и мы тогда спокойно уйдем из Афганистана. Никто не предполагал, что-то на тянется на 9 лет. Мы думали, полгода, там год, и мы уйдем. Даже вот эти наши меры, когда водили по низкополков, там, в 84-м, 85-м, 86-м годах, это как бы акт доброй воли был. Но чем мы больше делали уступки, тем больше шла грязь со стороны заповеда. Ну вы водили-то тогда, в 84-м, 85-м годы, те части, которые уже там, как бы, танковые части в основном были. Да, которые использовались. Не пригодились. Не пригодились. Это не для танков. Ну, ракетные дивизионы. Ну, они там выполняли роль, это, не по каждой боевой точки, да. Я видел тоже такие фотографии, где они там, наверное, даже чуть ли не вкопанные, потому что, да. По башню. Ну, да, да, да. Ну, и танки использовали не самые современные. И, кстати, я считаю, это правильно. Эти американцы, которые в Ирак запихали свои современные Абрамс и Токтау, он так же горит, по нему, дешевым нашим РПГ-7, вот эти танки стоимость не один миллион. А все-таки советские, как раз в этом плане, ну, военачальники и так далее грамотно, современные танки никого в Афганистане не были, только у Бондарчука там современные танки показаны. На самом деле, там были танки, которые на тот момент были откровенно устаревшие. Т-55, Т-62 и правильно, правильно. Зачем там новый современный танк Т-8? То же самое. Ну, даже БМП взять, БМП-1. Когда я приходил, была БМП-1. Это с пушкой «Гром». Это кумулятивные снаряды, которые заряжались. Но она очень медленная, и это неэффективная она. Вот, и уже мы, когда встречали, в конце 81-го года, встречали БМП-2, которая совершенствовательная машина была, которая автоматическая пушка. Ну, это у нас такие были. Да, вот они уже потом, дальше по БМП-2, вот. Она могла вести огонь и по горам, и по низколистящим целью могла, и также по противнику. Скажите, а вот касаемо боевых действий, ведь тоже интенсивность разные годы, разная была боевых действий. Вот, я знаю, была вот такая эскалация в 84-м году, очень приличная. Вот, причем наши, когда там сами операции проводили, считай, целые войсковые. Вот, то есть, как вообще, вот скажите. Вот, опять, просто наши, ну, как мы, обыватели, по фильмам, судим, художественно, там, чуть ли не каждый день стреляли. Так, на самом деле, или нет? Не, ну, каждый день, конечно, они стреляли. В Афганистане там не было, такой фронта там не было. Такого, чтобы... Такие... Мы выезжали на операции... Рейды. Да, на рейды на наши. Ну, это... У каждого рода войска там своя специфика была. Там, скажем, если дивизия, то она там несколько раз там в год выезжала, дивизионные операции. Такие отряды, как наши, это постоянно... Ну, как часто вы были вот в этих рейдах? Ну, у нас постоянно из батальона три боевые роты, и одна рота постоянно... На выходе? Да, на выходе. Там четыре-пять групп с роты, они на выходе. Они неделю побыли, на их место, эти возвращаются... Не на их место, а, ну, на границу выходят четыре другие группы. Эта рота отдыхает, следующая готовит. А сколько на отдых? Время отдавали? Ну, где-то неделя на выходе, неделя на подготовку, неделя там на дежурстве, на готове. Там, естественно, каждый день облёты территории, это приграничная территория. Это утром, вечером два вылета вертолётов были. А количество, ну, не считали мы, сколько раз выходили. Нет, ну, интенсивность зависела ещё от активности оппозиции. Скажем, вот, перед войск приходилось тогда отбивать, попытки создать какие-то освободители района, освободить, создать какие-то правительства в хвосте, в других местах. Поэтому, в зависимости от внутриполитической ситуации, если оппозиция борзела, образно говоря, пыталась вступить в регулярные, скажем, части, то регулярная армия наносила им серьёзные поражения. Такие моменты были. Да, и ещё, вот, в 86-м как раз начались вот эти переговоры, перемирия постоянные. И вот именно вот в это время активность оппозиции увеличивалась. Потому что наши войска не ввели никаких действий. У них как бы передышка. Они силы копили, и вот в это время учащались нападения на колонны. Потому что колонны – это самое незащищённое, что могло быть. И, естественно, приходилось отвечать. Поэтому все эти перемирия, они больше вреда приносили, чем пользуются. Там же были у нас не только одни операции, которые производились. А надо же и доставлять продукты, и доставлять медикаменты, всё надо доставлять. На это собирались колонны. И колонны шли по дорогам Афганистана, не ближний путь. И там должны были быть и охрана этих колонн, и десантники, которые ходили по горам разведка, всё это просматривалось сверху. Колонна охранялась через пять машин, охранялась обязательно броню, БМП шла. И вот наши войска, где я служил, каждая колонна должна быть загружена специалистами, которые могли бы в любой момент починить машину, тащить машину, как-то починить всё, что может случиться в дороге. Это же может случиться и обстрелы, всё, что хочет в дорогах, может быть, и обвалы. Поэтому набиралась колонна, и в них участвовали разные войска. И самое важное, что интересно, когда идёт колонна, когда заходишь в Дуканы, в жизненаселённый пункт, если видишь, что нету народ, народ как-то, очень мало народу, базары отсутствуют, это значит, можно ждать или нападения, или где-то будет засада. Когда оживлённая улица, оживлённая, едь смело. Вот у меня всё ваше. Скажите, ну вот касаемо как раз, вот вы говорите, народ, а вообще, а какое отношение всё-таки к нашему было страны, простых афганцев? Нет, вы учитывайте, смотрите, 15,5 миллионов человек, полтора миллиона в городе, 14 миллионов с половиной фактически на селе, 97% неграмотных, отношения докапиталистические, скажем, феодальные, клановые. Вот когда стали проводить земельную и водную реформу, землю давали, а вода нет. От Корана даже землю нельзя брать у хозяина, а без воды земля нет. Потом НДП очень много стало провести атеистические мероприятия против ислама, что восстановило против себя. И вот это неграмотное население, которое столкнулось вот с такими ошибками НДП, оно, конечно, стало сочувствовать оппозиции. И, кроме того, есть ещё понятие национальной гордости афганцев, которые любого пришельца, будь он македонский, будь там англичане, или кто-то другие, встречались всегда враждебно. Вот. Плюс влияние вот это исламское, клановое влияние. Поэтому, конечно же, большинство населения отлично было под контролем. Так называемые исламские комитеты, которые 80% территории, фактически, контролировали Афганистан, были параллельной властью, сами устанавливали налоги, штрафы. Там исламский суд был, решения принимали. И когда советские войска, скажем, освобожили Панжир 9 раз, 9 раз уходили, то тут же приходили опять таджики Хватшаха, поскольку местные власти, силы безопасности, были неспособны контролировать ситуацию. Поэтому это типичная партизанская война, с которой, скажем, Нуполио столкнулся в Испании, с которой Гитлер столкнулся у нас в Советском Союзе. И в этой партизанской войне, да, и в этой партизанской войне, конечно, надо было действовать другими методами. И не только политическими, но, как мы говорили, контрпартизанскими методами, методами специальных войск. Ну, две трети наших войск сами себя обслужили, сами себя охраняли. Одна треть фактически воевала, только специалистов. Алексей, ты еще что можешь сказать? Ну, я хочу сказать, что вот сколько я встречал, вот проезжали мимо дуканов, дуканы это магазины, все вот это. Они уже с детства, не знаю как, они уже с детства работают, продают, меняют, продают. Ну, к вам какое отношение было? Как вы смотрели на вас волком, что называется, или? Ну, как волком, вы знаете, волком они никогда не смотрели, но по многим фильмам показывали. И вот, если ты к нему пришел в гости, они встречают нормально, вот в дуканах, везде нормально. Нормально, ну, не знаю, как он, как сказать даже, как отношения, и я их язык не понимал, ну, не знаю даже, как сказать. Не знаю даже. Вы знаете, все опознает сравнение. Вот сейчас афганцы с ностальгией вспоминают шурави, которые там и сахар, и муку, там и строят приятия. Американцы это ничего не делают, они просто возвращают местонаселение подачками, элиту. Поэтому уже вот переоценка идет в самом бухганском обществе, что Советский Союз делал для афганцев, и что делает Запад. Американцы сейчас. Павел Ильянович, а вы что можете сказать, вот как у вас были взаимоотношения с местонаселением? Да, мы с ними как бы не контактировали. Редко-редко. Единственное, с этими, с мальчишками. Ну, да, с пациентами, кстати. Батчата, как мы называли, да, с ними у нас нормально будет. А так, ну, в кишлаки нам нельзя было заезжать. Нельзя? Ну, мы не заезжали. Ну, как бы, у нас провинция такая была, одни такие, отсталые кишлаки. Нас было мало, группы были маленькие, и в кишлаках, как бы, вероятность того, что пожгут технику, была большая. То есть, соображение безопасности. И соображение безопасности, и, как бы, вот эти именно боевые действия, которые вот, именно наш батальон нес, ну, естественно, было много обиженных. И в кишлаках. Ну, как? Ну, Ну, коронным есть. Если кто-то погиб, да, мы же давали результаты какие-то. А каждый результат подразумевает, что ты кого-то там обидел. Убил. Да. Зависи меня вдвойне. Поэтому, мы не заезжали. Но так, я так думаю, что правильно вот сказали, что все познается в сравнении. Вот ребята, которые вот сейчас ездят в Афганистан, они оттуда положительные эмоции привезли, что там действительно нас встречают хорошо. Там до сих пор, говорят, памятники, которые наши солдаты установили, они, говорят, до сих пор стоят. Их не трогают. Народ относится к советским. Когда узнают, что мы советские, то Шурави. Да, Шурави, что пожалуйста, в гости чай и все остальное. Ну, да, я тоже брать много слышу, что американцы сидят, по сути, в своих базах и ничего толку этих никакого, а мы... Дронами в обедство. дронами. Мы же целенаправленно, мы с мирным населением же не воевали. Для них население вместо расходного материала. мы на кишлаки не нападали, мы их не обстреливали. Как бы война шла вооруженного солдата с вооруженным солдатом. И поэтому отношение вот именно сейчас у них тоже поменялось к нам. Тогда, естественно, наверное, отношение было плохое. Ну, как к захватчикам. Вот мы когда на операции... Они нас видели в виде захватчика. Ну, понятно. На операцию, когда приехали, мы шли на операцию на Саланг и остановились в Баглане. Есть такой Баглан, Северный Баглан, Спецзар называется. Это в переводе хлопковый завод. И вот там инженер был, главный инженер вот этого завода был с Ташкента. Он по-русски понимал. И, понимаете, он нам показывал, как рыбу ловить у них ловят. А как он оказался с Ташкентом? Там 60 тысяч специалистов подготовили бы. А если он наш был... Да, он был СССР. Да, СССР, да. Его когда-то родители переехали, вот. И он там так и остался. Смешные браки. Конечно. Ну, гиабанцы женились на русских и уезжали. Да, и вот... То есть 60 тысяч специалистов подготовили до этого еще? Что бы хотелось? Я объяснял нам, что вот здесь вот так надо. Вот здесь вот не надо рыбу ловить, потому что здесь дно так сделано. Ну, показывало, на какую речку надо ходить. Но было опасно, конечно. Но он нам показывал, как все это делать. А опасно было действительно вот одному куда-то выйти? Как вот у Мудричука есть эпизод, когда там прапорщик погнал солдата в кишлак одного типа за спичками. Могло быть такое? Ну, вот я лично ходил. Ну, страшно, конечно, но нужда. А зачем ходил? Купить ходил. Ну, может, был уж кого-то в компанию взять. Не, не знаю. Ну, потому что мы стояли прямо вот, вот, вот завод, и вот вышел с как с ворот. И вот магазины стоят. Ну, то есть... Восточные сладости, там прочее. Конечно. У нас такого нет. А у вас? Нет, у нас такого нет. У меня, конечно, чтобы... Это специально режимное подразделение, конечно. Да нет, мы стояли отдельно, там у нас рядом не было ни городов, ни этих. То есть ходить было некуда? Ходить было некуда, даже при всем... А если бы было куда? Могло быть так, что один человек, один поезд пошел? Нет, один человек, его... Вероятность практически стопроцентная, что он не вернулся. Да? Да. Потому что он человек, он тоже был как товар. Его можно было захватить и продать. Можно было продать нам же. Ну, обменять. Обменять, когда на что? Обменять. На деньги. На плен. На плен, на продукты, на все что угодно. Были такие случаи? Ну, были случаи, что выкупали вот колонну, когда из колонны пленных возьмут, потому что, когда колонну расстреливают, кто-то раненый, кто-то контуженный, бандоналетела, забрали. Если его еще далеко не успели увезти, то наши советники, ну, были у нас советники, через них выходили, и каким-то образом совершался обмен. Потому что, если уйдет за границу уже в Иран или в Пакистан, то там уже вернуть тяжело было. А так, такие случаи были. Скажите, мы уже упоминали афганскую армию, вот, Валерий Павлович сказал, да, скажите, правда, что от них толку особо не было? Ну, они, там, афганская армия в основном была, вот они делают набег на кишлак. Афганская армия? Афганская армия, регулярная, или милиция афганская. Царандой. Да, Царандой. Они берут всех подряд, кто по возрасту подходит, они загребали в армию, одевали форму, давали автоматы. Ну, естественно, это солдаты никакие. При первом же удобном случае они уходили. Разбегались? Разбегались. Хорошо, если оставят оружие, а могли уйти и с оружием. И вместе с ними те операции, которые проводили, ну, от них толку очень мало. Что вперед они идти не хотят. Приходилось все равно и рассчитывать на то, что у тебя кто-то за спиной тебя прикроет, ну, не приходилось. Это именно, я по-своему этому сужу, что я сам видел. Может, где-то и были нормальные подготовленные части, ну, врать не буду, не знаю. Алексей Викторович, что ты можешь сказать про афганскую армию, союзников наших? Ну, про наши союзники. Приезжали они к нам в Баглан, приехали, по свистку построились, постояли. Ну, и все, ну, как мы, мы с ними не контактировали, большинство с ними контактирует тот, кто ходит на боевые операции, когда вместе с афганской армией, ну, афганская армия, правильно, Руслан сказал, что, они как бы старанятся и уходят. А вся, вся тяжесть на советские войска получалась. Ну, смотрите, все-таки, три года после вывода советских войск они смогли простоять. Значит, все-таки наши военносоветники обучили хорошо, оружие много наставили. Видимо, играли на родоплеменных каких-то противоречиях между пуштунами, там, хазарейцами, таджиками. Вот. Поэтому какая-то социальная база у Неджигулы была. Тем более, они сменили свою политику в отношении ислама, в отношении аграрной, водной реформы, в отношении, скажем, национальных отношений. Поэтому, если бы материальная поддержка была у нас, когда бы мы прекратили бензин и все остальное, они бы продержались, может быть, какой-то период еще. Ну, хорошо. Скажите, вот, когда пошли разговоры, вот эти переговоры по поводу сокращения контингента, вывода, перестройка, вот, ваше какое было отношение? Ну, отношение, естественно, хотелось поехать домой. То есть, те, кто находился в Афганистане, они, как бы, с надеждой это воспринимали? Конечно. Продолжение, как бы, никто не хотел. Алексей Викторович, а вы, вот, вы уже были дома, вот, вот, вы услышали, что у вас, вот, какой вещь, были мысли? Ну, ощущение такое, что уже не будут погибать советские солдаты на чужой территории. Это очень радовало, конечно. И, когда выходили советские войска, они выходили гордо, использованные головой. Что, выполнив свои поставленные задачи на территории Афганистана. И, конечно, это радует, что наш солдат ушел, даже без потерь мы ушли. Без потерь ушли. Конечно, это радует, что нет уже, не будет, как говорится, погибать солдат в Афганистане. И именно вышли. Они, как американцы, бежали, видели, можете, знаменитые видеокартинки, как там они, чтобы освободить место на палубе, явнуться, просто сбрасывают сами за борт свои же вертолеты, потому что настолько эвакуация из Сайгона была, когда там под ударом уже в вьетнамских, то есть у них действительно было бегство позорное? Нет, ну, мы-то ушли со знаменами, в прямом смысле слова, в прямом смысле этого слова, организованными колоннами, распределив то, что забирать с собой, то, что оставлять, афганская армия, им же организованным порядком передали все эти военные городки, где стояли наши части. Технику оставили. Технику оставили. Это же все делалось не в Папхат, а не бросалось просто так. Как американцы бросали. Потом с ней стало, но это уже другой вопрос, а то, что мы уходили, как, не как, бежали оттуда, а выходили по заранее утвержденному плану, согласно вот этих всех договоренностей. А вот афганцы, как-то они напоследок пытались, что называется, обстрелять и так далее, или как-то с ними договорились? Вот с Ахматовичем осудом была договоренность, что вот весь путь, трафик до туннеля, он не будет. Препятствовать. Он придерживал это соглашение. Ну, я, насколько слышал, в Герате тоже была мощная группировка, в Герате стояла. Они тоже пропустили без... не нападали. А тыговаривали с ними, или они сами... Нет, ну, скорее всего, шли переговоры, потому что... Ну, по линии, скорее, по линии группы, по линии группы, по направлению шли контакты. Ну, особый отдел занимался этим тоже. Потому что в каждой провинции, у каждого губернатора были наши советники, служба советников, которые именно вели всю эту работу. Ну, афганцы были посредниками, может быть. Да, да. Так что, может быть, единичные случаи и были, но это как бы... Ну, перед этим-то за полгода этого были очень серьёзные поражения, нанесенные и Гульбином Хилкутиару, и Рабани, и другим. Наиболее непримирным с Ахматом Шахмасудом можно было как-то договориться, а вот с Рабанией, Хилкутиаром, договориться невозможно было. Им тогда нанесли серьёзное поражение отброса их в границах. Поэтому они урок хороший получили перед выходом нашего войска. Ну, естественно, когда выходили, конечно, принимались меры безопасности. Вся дорога практически контролировалась нашими мобильными группами и авиацией, и вертолётами. Ну, силы-то были серьёзные. То есть, не было, опять как в кино, как показывают в кино, дескать, колонны как будто без всякой разведки идут, душманы спокойно расселись по горам, спокойно расстреливают. И даже у меня, убывателя, совершенно гражданского человека, вопрос, ну, неужели нельзя взять, поконтролить высоты, мимо которых пойдёт колонна. Ну, мне, как обывателю, мне кажется, и то это логично. И вот взять, под контакт, прочесать, что называется, все эти места... Ну, все не прочешь, конечно, высоты, да, но передвижение какого-то большого отряда всегда можно было как бы... Прикрыть с воздуха, высоты занять там, где... Ну, везде эти пункты стояли, через определенное количество калютов, были заставы, да, староживые заставы стояли, высоты, на протяжении, особенно Саланга. На протяжении всей войны, они вдоль вот этой дороги, которая идёт через весь Афганистан, петонка. Там староживые заставы стояли, вместе с техникой, с людьми там, где взвод стоял, где рота стояла, смотря какая застава. Откуда они... Они первые приходили на помощь тем же колоннам, которые попадали в засаду. Это потом уже подтягивали с основных гарнизонов. И поэтому как бы дорога контролировалась. и нападать на большое количество войск, они тоже не дураки были в оппозиции. А нормативы вообще были какие-то, за какое время должна прийти помощь вот той или иной колонне, которая попала под обстрел в засаду? Да нет, как таковых нормативов-то не было. Как такой может быть, как может быть норматив? Если, допустим, допало на колонну, если вышли дополнители БМП, откуда-то помощь пришла, их там тоже, тоже там же могут встретить. А вертолеты? Вертолеты. Ну, погодные условия не всегда. По-разному, да, бывает. Опять какая, как все это. Заняты смотреть вертолетов. Всякие обстоятельства были, конечно. Не, всякое бывало, что и запаздывала помощь. Опять, ну, это уже как бы бюрократизм военный. Которые поблизости находились, вот эти заставы, как можно сказать, точки вот эти, они приходили, конечно, на помощь. Вот северный Баглан, южный Баглан, если идет обстрел колонны, и сразу выходят с северного Баглана, с южного Баглана и тут на помощь. Это обязательно. Ну, просто и расстояние там все-таки, страна не маленькая. Ну, да. И протяженность. Тем более горные дороги. Да, горные дороги. И подорвать, и техника, скажем, пошла на помощь. Заминировали дорогу. Одна машина подорвалась, она перестала всю дорогу. И тяжело было, конечно, на помощь приходить. Поэтому колонны страдали больше всего. Голевники? Да. Ловили их специально? Да, честь и хвала военным водителям. Я считаю так, что это самая тяжелая работа. Героинственничка. Самая тяжелая работа была у них. Потому что он едет, во-первых, жара в кабине, на улице плюс 60, в кабине КамАЗа еще больше. Никаких кондиционеров не было, как сейчас. Никаких кондиционеров, ничего не было. Бронежилет на этом. У него бронежилет на дверце. На дверце висит. Это вся его защита. А сзади там 10 тонн бензина. И первое аж попадание он вспыхивает, как факел. И поэтому, говорю, честь и уважение именно водителям. И всем остальным, конечно, но, по моему мнению, это было тяжелее всего. У нас осталось буквально 3 минуты. Все-таки не могу не задать такой вопрос. В перестройку пошел это клише, что афганская война, она чуть ли не погубилась в Советском Союзе. Вот вы согласны с этим? Да нет, категорически. Все смуты в истории России шли сверху. Что смута Бориса Годунове, что там другие периоды. Просто вот курс Горбачева, когда совместили экономическую и политическую реформу, они дестабилизировали ситуацию в стране. Ну, нельзя одновременно заниматься экономической реформой, даже если под китайский опыт использования, одновременно политической. Все занимаются политикой заниматься. Это подорвало ситуацию. Запад прекрасно понимал, что в таком военном нас не возьмут. А вот изнутри нас подорвать, это запросто. Поэтому, конечно же, когда вот в стране пошли вот эти необдуманные реформы, когда резко ухудшилось социально-экономическое положение, то Афган к этому добавил, как говорится. Что-то добавил? Костерок добавил. Ну, не основной. Если бы у нас ситуация стабильная была бы, стабильная была бы внутриполитическая, мы бы могли преодолеть эту ситуацию политическими методами, в конце концов, могли бы ввести войска Азбанистана, оказывать помощи и советниками, и материал-техническими. Ну, три года продержались, а как только прекратил Ельцин помощь, моментально всё пропало. Могли бы, в конце концов, найти какое-то регулирование, понимаете? Вот. Ну, а так ситуация сложилась. Поэтому, конечно, внутренние причины. Поэтому сейчас ставка-то делается на что? На внутренние силы какие-то, которые подорвут ситуацию. На Навального, на других. Понятно, что они используют этот опыт в какой-то мере. Ну, вот пытались Сирию использовать, но Сирию с учётом опыта Афганистану не удаётся. Пытаются нас в Ливию тянуть, ещё куда-то втянуть. Но, как говорится, не удастся. Но меня самое другое волнует. Наша элита до сих пор боится выискать чёткую позицию в отношении этой афганской истории. А надо эту позицию выискать, потому что нам придётся ещё сталкиваться с такими примерами, как Афганистан, не раз. Представьте, начнётся массовое вторжение в Таджикистан, в Узбекистан, в соседней республике начнётся. Мы, так или иначе, где наша военная база, мешаемся в это дело. Понимаете? И что опять мы будем повторять этот печальный опыт афганский. Поэтому надо определиться. Чётко. Американцы в этом совсем без комплекса. Радион пришёл за её. Всё, что мы делали в Вьетнаме, правильно делали. И были все герои. И прекратить разговоры об Агрессии и так далее. Мы защищали наши национальные интересы. На этот вопрос нам подходить исходя из национальных интересов, в принципе. Если и были ошибки, правильно Путин говорит, были ошибки, но и были реальные причины, которые вынуждались из Каркоса поступить таким образом. Всегда интересно национальные безопасности будут первичным. Понимаете? Всегда. И при социализме, и при капитализме. Я согласен. Ползо. Да, да. Ну и, конечно, очень надеюсь, что там не придётся больше никуда выводить войска. Хватит, мне кажется, на воевалище. И Сирия вот тоже. Опять к вопросу думали на год-другой, там на годик и так далее. А по сути, сколько лет уже находим в Сирии? Нет, ну если бы мы туда не пошли... Это база постоянной статуса приобретает. Теперь, глядя, база у нас будет ещё... Ну если бы она была просто база, а там же приходится воевать, вот в чём дело. Ну, видите, если бы мы туда вот так не вошли, то там было бы то же самое, что в Ливии, в Ираке. Да, согласен. И выезды. А потом бы они к нам пошли. Да. Ладно, спасибо вам большое. Была программа «Тема дня». Мы сегодня вспоминали афганскую войну. Стоило, не стоило воевать. Как мы там воевали. Очень всё-таки надеюсь, что больше нам, нигде за пределами нашей Родины, не придётся воевать. Хватит нам того, что было, того, что ещё есть. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что выполняли свой долг в Интернациональном Афганистане. До новых встреч, дорогие телезрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова